ПОИСКОВЫЕ ДВИЖЕНИЕ Мы посетили музей поискового движения и встретились там с руководителем и членами Оренбургской областной молодежной общественной организации военно-патриотический поисковый клуб «Патриот». Экскурсию для нас провели Наталья Ельчининова, председатель клуба, и Никита Завражнов, студент 4-го курса исторического факультета Оренбургского государственного педагогического университета, активист клуба, за что мы им очень благодарны. Наталья, очень позитивный и светлый человек, показала нам экспонаты и поделилась весьма интересной и познавательной информацией о находках, а Никита продолжил ее дело. Данную фляжку я нашел в своей первой экспедиции с руководителем поискового отряда Сергеем Ивановичем Ельчининовым. Также рядом с фляжкой были найдены другие предметы амуниции солдата, но самого солдата не оказалось. Для нас, конечно, самое главное найти солдата, и чтобы, конечно же, при нем был или медальон, или хотя бы подписная вещь, чтобы установить судьбу солдата. Я включился в поисковую деятельность в 2017 году, когда я поступил на первый курс. Сергей Иванович был у нас преподавателем безопасности жизнедеятельности, и он пригласил, кто хочет, вступить в поисковый отряд. Ну, я подумал, что мне это интересно, и вступил. В первую экспедицию мы поехали в Смоленск. Было, конечно, интересно и как-то необычно. Сначала мы делали лагерь, то есть устанавливали какой-то быт. Было тоже необычно. Все-таки вот это строительство лагеря – это очень важная вещь, потому что если построить как-то не так, то потом будет постоянно теряться время для каких-то бытовых нужд. Если построили все правильно, то будет все удобно в использовании. Потом мы выходили на работу. Конечно, открытием было то, что щуп. Я, кроме металлоискателя, в то время ничего не знал. Произвели обучение, как работать с щупом. В поиске мы используем инструменты такие вот, допустим, как щуп и металлоискатель. Щуп – это очень точный предмет. Вот данный щуп – это глубинный, есть также верховые. Щуп – точный предмет, потому что по звуку уже можно, допустим, узнать, что лежит под землей. Допустим, камень, железо или останки бойца. Вот он позволяет узнать. И также нашим инструментом является металлоискатель. С металлоискателем работать, с одной стороны, удобнее, потому что тратишь меньше энергии, просто ходишь с ним, и уже ты примерно представляешь, что лежит под землей, но он, допустим, уже не скажет. То есть просто это осколок под землей. Или, допустим, какая-то амуниция солдата, которая при бойце лежит. Когда уже солдат обнаружен, мы производим его подъем. Во время подъема при нем может быть обнаружены вещи, такие вот, допустим, как настрел, когда солдат оборонялся или наступал, пирочный пакет, пряжки от личной амуниции, также хлорницы для обеззараживания воды, и вот, допустим, может быть подсумок для патронов. Но для нас самой главной вещью и вообще является медальон. Вот такой бонитовый медальон. В нем написаны все данные о бойце, то есть фамилии, имя, отчество, воинское звание, год рождения, уроженец какой республики, края, области, города, районы, сельсоветы, деревни. И потом уже начинаются данные о его семье. Фамилия родственников, родителей, допустим, матери или отца. Да, республика, край, область, город, район, сельсовет, деревня. И также каким РВК был призван. Также тут нужна и группа крови. Она тоже указывается. Также в осенней экспедиции был найден фрагмент ручной противотанковой гранаты. Это РПГ-41. Ручная противотанковая граната образца 1941 года. Также она имела название «Ворошиловский килограмм», потому что в ней находился килограмм взрывчатки. Также был найден фрагмент противопехотной мины «Помс». Она имела деревянный колышек внизу и вставлялась в землю. Но со временем колышек сгнивал, и она приходила в негодность. В осень мы ездили на вахту памяти в Новгородскую область. Мы работали между Старорусским и Парфенским районом уроча Гридина. Во время раскопок блиндажа мы обнаружили саперную лопату. С помощью нее проводились шансовые работы. Пехота окапывалась, но также использовали для других целей. Допустим, в крайнем случае она, конечно же, могла идти и как оружие. Также в ходе раскопок нашли телефон полевой, с помощью которого происходила связь командиров, допустим, РОД с командирами полков для удобного взаимодействия. Выезжая в поисковую экспедицию, мы выезжаем, по сути, в место, где ничего нет, для удобного проживания. Поэтому мы строим лагерь. И важно, чтобы все в нем было удобно для нас. Место под костер. То есть на каждый день назначаются дежурные два человека, мальчика, девочка, которые отвечают за приготовление еды, костер и чтобы лагерь был чист. Также по вечерам мы иногда смотрим фильмы, заряжаем телефоны. Есть генератор также. Ну и в лагере вообще есть все для быта, начиная от сушки вещей, заканчивая генератором. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!